здравствуйте дорогие друзья ну что же заканчивается год 2020 но продолжается дурдом с коронавирусом продолжается это безумие с масками и так далее но прежде всего конечно хотелось бы вспомнить вот вообще то как начиналась вся эта истерия мы помним что в конце марта у нас в россии с опозданием кстати говоря по сравнению с европейскими странами был введен карантин или самоизоляция безусловно то что назвали карантином карантином не является термин самоизоляция был придуман на ровном месте для того чтобы не оказывать должную поддержку бизнесу населению и так далее но мы об этом говорили что россия является единственной страной большой двадцатки которая не оказывала в должном объеме помощи своему населению но о чем хотелось бы прежде всего сказать что хотелось бы вспомнить по поводу самой проблематики коронавируса но дело в том что мы сразу увидели некие расхождения расхождение в чем ну прежде всего в показаниях медицинских специалистов причем выступали очень серьезные уважаемые люди ученые с мировым именем профессора и разнились в своих показаниях кто-то говорил о том что проблемы этой вообще как таковой не существует кто-то говорил о том что проблема есть ее нужно решать то есть мы слышали совершенно разные мнения на этот счет но и тогда возникает вопрос если среди таких серьезных медицинских специалистов не находится какого-то единого мнения по этой проблеме то о чем тогда можно вообще говорить что мы можем знать об этом и так далее а знать мы можем только лишь то что мы можем получить из новостей но мы никак не можем проверить мы не можем проверить например количество зараженных мы можем только лишь верить этому или не верить и И единственное, с чем мы можем сверить, это со своим субъективным пониманием этой ситуации, своим субъективным восприятием, потому что очень часто бывает, что когда мы опрашиваем своих знакомых, друзей и так далее, близких людей, то даже в их окружении не находится человека, который бы болел коронавирусом. Ну да ладно, и так вот то, на что хотелось бы сразу обратить внимание, это на то, что ведущие медицинские специалисты дают, давали, вернее, ну и продолжают давать, собственно говоря, разные показания на этот счет. Второе, на что хотелось бы обратить внимание, это на неэффективность карантинных мероприятий, потому что количество зараженных постоянно растет, а эффективность карантинных мероприятий никакая. Никакая, то есть, казалось бы, ну если ввели какие-то ограничительные меры, ввели ношение масок и так далее, то это должно способствовать уменьшению количества зараженных. А наоборот, количество зараженных постоянно растет, и это наводит на ту мысль, что все это носит в значительной степени некий такой вот имитационный какой-то характер, то есть, некий такой характер чисто формальный, чтобы как-то на это отреагировать. Ну, то есть, это принятие каких-то мер только ради того, чтобы они были приняты, да. Но третье, на что хотелось бы обратить внимание, это на то, что специалисты медицинские устанавливают диагноз без проблем, диагноз по поводу коронавируса, да, то есть, они говорят, что да, вы заразились коронавирусом. Но почему-то, если они так легко могут установить этот диагноз, значит, у них есть основания, ну, должны быть основания для того, чтобы установить этот диагноз. Но у них, если они это могут делать, то они, соответственно, должны иметь возможность произвести лекарство, какой-то медицинский препарат для лечения этой болезни, или давным-давно разработать вакцину. То есть, если они по каким-то определенным основаниям могут установить точно диагноз коронавирус, то никаких проблем не должно быть, таких серьезных, которые мы наблюдаем во всем мире, с производством вакцины и с производством лекарства от этой болезни. Ну, и мы знаем, что очень часто говорилось о том, ну, есть показания многих свидетелей, что диагноз коронавируса устанавливается совершенно произвольным образом. Ну, и если вы знаете, может быть, не знаете, Илон Маск провел эксперимент, он в один день прошел четыре теста на коронавирус. Два подтвердились, что у него коронавирус, а три теста показали, что он здоров. Ну, вот, пожалуйста, если на таком уровне происходит подобное, то о чем мы здесь можем говорить. Ну, и на что все это похоже? Все это похоже на то, что вот эта проблема, вот эта массовая истерия введения ограничительных мероприятий похоже на какой-то определенный проект, на какую-то компанию по разрушению мелкого и среднего бизнеса и по укреплению позиций крупного капитала. Ну, во всяком случае, как я это для себя понимаю, каждый может видеть здесь что-то свое. Глобальной задачей, которая стоит вообще в качестве такой определяющей все, это сокращение населения Земли, безусловно, потому что вот в свете этих социальных экономических проблем сокращение населения должно произойти в ряде стран совершенно естественным образом. Тут можно вспомнить о том, что концентрация внимания на COVID-19 совершенно уводит в сторону внимания от других болезней, от онкологии, от пневмонии там, ну и так далее. То есть, от тех болезней, от которых люди, особенно пожилого возраста, умирали всегда. То есть, уже только это дало прирост и увеличение динамики смертности пожилого населения, ну и не только пожилого, но основной удар, конечно, пришелся на эту группу. Ну, вообще, я считаю, что нужно обращать внимание, прежде всего, на США. Это страна, которая является неким таким вот вариантом, который бы давал ответы на многие вопросы. И усматривая в процессах США некоторую последовательность, можно говорить о том, что же будет происходить и в других странах, потому что ряд европейских стран свою политику строят, безусловно, ориентируясь на США. Вы знаете, что в этой стране, можно сказать, победила демократическая партия, когда пришел власти президент Байден, и он сразу объявил своей целью следующее мероприятие – закрыть страну, повысить налоги на бизнес, ужесточить карантинные меры. То есть, это все приведет к тому, что поляризация в американском обществе и антагонизм усилятся. Все это напоминает некие такие социалистические преобразования, но совершенно основанные на другой такой вот парадигме. Но мы знаем, что к демпартии примыкают крупные финансовые круги, такие крупные финансовые субъекты, как Facebook, как Twitter и так далее. Очень много разных компаний, Microsoft, то есть банковский сектор американский, его представители тяготеют, ну, примыкают к демократической партии. Поэтому за этой партией стоит огромный капитал финансовый, и надо отметить, что вот эта вся коронавирусная проблематика, она пошла на руку именно демократам, потому что они смогли организовать выборы через почту, ну, и обвинить Дональда Трампа, собственно говоря, в том, что он допустил всю эту вот проблему в Америке, не принял должных каких-то мероприятий, которые бы позволили обезопасить население и так далее. Очень много было абсурдных речей у Байдена, но, тем не менее, многие на них повелись. Ну, и как проходили минувшие американские выборы, об этом сейчас очень много говорится, с огромными нарушениями, очень странная динамика по голосованию, которое шло в таком интерактивном режиме, и все это говорит о том, что выборы прошли с очень-очень серьезными нарушениями. Ну, и тут надо сказать о том, что если, ну, пока еще не окончательный результат, но если все-таки демократы победят, то их мероприятиям, их примеру последует ряд европейских стран, потому что они во всем ориентируются на Соединенные Штаты и не могут не делать этого, поскольку США являются гарантом их безопасности, и поэтому свою собственную политику они выстраивают, естественно, ориентируясь на Америку. Ну, и итогом всего этого, итогом коронавируса будет являться, безусловно, сокращение населения Земли, как следствие всего этого, ну, то есть проблема будет решаться на разных уровнях. Сокращение населения Земли – это, безусловно, главная цель, огромная прибыль сверхбогатых и уничтожение, в общем-то, ну, их укрепление, да, и уничтожение мелкой и средней предпринимательской инициативы, либо серьезное падение их доходной части. Что еще можно здесь отметить? Ну, опробирование вот этих механизмов по, я бы сказал, интернированию населения в собственные дома, да, то есть населением можно легко всегда запереть, существенно ограничив их свободу. Ну, и оставшиеся, в общем-то, ограниченные ресурсы будут распределены между сверхбогатыми группировками, и в какой-то степени мир вернется в реалии рабовладельческого строя античности, но только на современном уже уровне, на современном этапе. Тем не менее, как говорится, логика вечного возвращения, да, она будет здесь подтверждаться вот теми реалиями, которым мы движемся сегодня. Ну, на этом, собственно, можно сегодня закончить. Вот такой получился ролик. Всем доброго, друзья, и удачи, берегите себя, всем здоровья и до новых встреч.